Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю рецепт на все времена. Это знаменитый тертый пирог или тертое печенье. Еще его называют венским. Настоящая домашняя выпечка. Рассыпчатое, вкусное. Оно может быть с любыми начинками. Подойдет варенье, джем, повидло, а также свежие ягоды или фрукты. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, беру кусок хорошо замороженного сливочного масла прямо из морозилки и, периодически обмакивая его в муку, натираю на крупной терке. То же самое можно сделать в кухонном измельчителе. Затем добавляю сюда сахар, ванильный сахар и немного соли. Одно яйцо и холодную сметану жирностью 15-20%. А также половину чайной ложки без горки соды или одну чайную ложку разрыхлителя. Быстро замешиваю тесто, чтобы масло не успело растаять. Долго вымешивать не нужно, главное, чтобы оно собралось в комок. Отделяю примерно третью часть, расплющу, чтобы тесто быстрее заморозилось, положу в пакетик и уберу в морозилку. Оставшееся тесто кладу на пергамент и раскатываю скалкой толщиной примерно 5-7 миллиметров. Переношу на противень. Размеры противня у меня 34 на 28 сантиметров, но тесто занимает поменьше места. Выкладываю начинку, как я уже говорила, она может быть любой. Я использую так называемую словацкую стружку. Рецепт приготовления вы сейчас видите в правом верхнем углу. Обязательно сделайте, если еще не пробовали. Это яблоки с минимальным количеством сахара и практически без тепловой обработки. Осталось только сверху натереть на крупной терке замороженный кусок теста. Затем отправляю противень в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. Можно его разрезать непосредственно перед подачей, а можно сразу нарезать на кусочки в виде печенья, квадратами или ромбами, как хотите. Это печенье восхитительно как в остывшем, так и в теплом виде. Невероятно нежное, слегка рассыпчатое, с хрустящей верхней крошкой, с аппетитным сливочным ароматом и вкусом яблок в моем случае. Если для начинки будете использовать сочные ягоды или фрукты, на всякий случай предварительно размешайте их с небольшим количеством крахмала. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее вкусной и простой выпечки. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok